итак дорогие друзья должна с вами смотреть матч остался один лишь станислав против двоих с одним хп и он может что-то затащить мы джин добьет до выбивает через стенку станислава не знаю знали он то что там очень мало хп игрока либо нет но в любом случае раунд взяли команда витро фокс но и оптики оптики являются по идее здесь фаворитами не является и серым кальском регионе тоже фаворитами 5 место пока занимают 36 очков за 18 матчей из всех кто перед ними только клада не mortals имеют очков больше чем на 6 если не выбрать сегодня два матча то займу третье место у них будет 42 очка не смогут догнать и mortals если же проиграть хотя бы один то максимум кого не догонит так это energy но и выход под б-плент от команды витро фокс мы уже видели как эта команда побеждала вчера возможно сегодня повторится то же самое смотрим выходит выезжает команда фокус номер паста это уже бомбу станислав по 200 пищи с провести пся там видит игрока фунту витой пока в ваншот ванкил и сейчас еще сочекает еще и зюса видит так формация тему по тиммейту зюс справляется пока что соло со своей зишкой и ну вот ну как это не добить было грязь кп человек выходит на строфе и не доводит прицел игрок до зюсом 20 метро фокса поставили бомб потерять двоих потеряли с девайсами по-моему не самым страшными калашников покупает имейджа в общем 20 метро фокс и пока молодцы последнего пас играли верта фокс и победили у эхо фокс 16 8 как раз таки я комментировал этот матч вчера вроде бы да или нет фокс в интерфокс позавчера на позавчера был этот матч итак засада на центре от оптиков тарик будет ли подсаживать сейчас миксов или кого-то нет по флешка ребят заходит на миддл никого не находят только один и мэйджин находятся прямо по курсу мэйджин есть хэдшот но и два игрока остается что то есть другая команда так вот засада срабатывает на центре выбивает три девайса и что же миксов миксов свой демпи вообще бежит сзади он хочет зайти со спины и декстер что и вот и вот вы представьте да вот так все бомба выбита миксов делает фраг уходят с галилом подачи от опасной зоны и станислав скоро уже с калашом скоро будет искать что пойдет на шары калашников он подберется или нет на калаша нету калашников у мэйджина точно калашников у мэйджина есть еще один девайс и замечая станислав сейчас противника пытается по 250 как-то перестрелять а бомба то лежит бомба то лежит и миксов торопится зайти в спину противнику и либо законтролить его в коннекторе но миксов надо было играть на бомбе хотя с другой стороны пока мэджин прочекает все углы пока мэджин посмотрит все около бомбы где может находиться противник только после этого он пойдет на плент ну что ж прочеку 3 секунды конца миксов идет на центр он не слышит то что мэджин уходит уже выходит на б-плент и будет поставлена бомба как минимум но сколько же денег потеряли здесь в интерфоксе много много миксов слышит что бомба не ставится он слышит то что смог раскрылся на бэйджин гуляет по пленту неуверенный и и миксов так так мэджин услышал да услышал противника миксов понял что накосячил и один в один тут уже не получается сыграть на неждан 3-0 для в интерфокс и закуп от опти гейминг кто будет с опыт арик или миксов потому что то что тот могут с этим девайсами играть так а по летит вообще купленная от станислава и пролетает она тарику а то есть миксова подвинули с позиции снайпера и решили что давайте к попробует снайпер себя в роли снайпера почему бы и нет другой стороны почему бы и нет тарик уже показывал что умеет этим девайсом отыгрывать умеет управляться с оптикой и чуть ли не спит в обнимку с этим девайсом терем станислав забирает декстера на б пленту неприятное начало в интерфоксов на девайсом раунде слишком быстро не потеряли декстера причем видимо это снайпер давайте посмотрим снайпер ли это был нет калашников на вопе странно что что в интерфоксе не стали покупать снайперскую винтовку ну и тарик вот у меня спай мэджину делать фраг по входящему с коннектор игроков лучше бы уж флешку кинуть чем молотов помню даже флешка была только поздновато поздновато она была кинута миксов играет в туалетах тарик уже отходит на контроль ланга там есть только зюз будет откидывать смачок и вот чем отличается хорошая игра в атаке от плохой ты можешь кинуть смог и отградить противником смаком чтобы снайпер себя не убил и это сделал зюз но у нас 1 у нас 1 1 еще он и подгорел в туалетах его должны были слышать сейчас тарик разворачивается но тут на флайдом исправиться сам да минус от на флая первый раунд для команды опти гейминг и начало уверпаса которое было для в интерфокс неплохим начинает потихоньку меркнуть открою я статистику опти гейминг так мапы и мапы в интерфокс нашу коблстоун ждет поэтому на сегодня вообще веселье но коблстоун для оптиков хорошая карта так где у нас в интерфокс оптик до кобл и так на верпасе команда опти гейминг 13 побед 3 поражения последний матч они выиграли у ска со счетом 16 3 выиграли 16 2 у тсм of и проиграли 2 16 непам до этого также поиграли ликвидов 16 7 и обыграли сел жить время выходного плент очень успешно в интерфокс зачитали полностью эту точку только двоих потеряли в интерфокс и в ответ и два в три будет выбивание а будет ли она мы сейчас с вами увидим миксел уже идет понимает что вон-то находится игрок и доживет его нет не дожимает в итоге флешенный полностью миксел умирает без фрага ну и тарику надо убегать тарику надо спасаться в интерфокс ответочка залетает довольно неплохая и это начало кумбэка для в интерфокс хотя он кокомбэка все-таки твили счет был 4 1 уже стал 4 1 так вот давайте сначала шестнадцатого года посмотрим хотя нет лучше вот последний матч это победный диска 16 3 и все в принципе верпас на этом закончился сентября только в июне в июле месяц они даже в июне даже в июне у них последний официальный матч на хлотворк это 2 16 от непов отлетали вот так вот все серьезно но и винтерфоксы 10 побед 16 поражений последние матчи в сентября 16 8 побед на дх фокс 9 16 поражения от сплайс на северной арене эйсы стали также победителем в матче но верпасе против винтерфоксов но это тоже все июнь и там уже далеко уходит тактика тактика прорабатывать сейчас опти гейминг они ли ее поставили неизвестно к сожалению могу у тиви не видим чатик поэтому понаблюдать за данным но данной информации не сможем так но пистолетные раунды уже как бы тут нет смысла обсуждать тут 60 процентов оптиков 48 винтерфоксов взятых пистолеток но первый пистолет кого оптики проиграли это факт а что может от могут опти гейминг обсуждать собственно на бэпленту расстановку может поменять потому что в упоре принимать калаши это удовольствие ниже среднего к это одна флешка и все весь твой упор заканчивается хладным телом лежащим на точке можно куда-нибудь сюда закатиться так посерфить и закатиться в этот уголок здесь спрятаться но это дефолтная позиция за столбом потанцевать откинуть себе сюда смог или откинуть сюда себе смог и вот принимать заходящих либо вообще издалека вот отсюда отсюда здесь можно вообще продать человека если он здесь будет на запуск играть пусть все пробегают а он сидит и ждет краски заходящих ну что 4 1 покидает а вот так даже даже вот таков но в смысле что происходит уже два игрока команды витерфокс вылетают может быть какие-то три игрока 4 что происходит все игроки команды витерфокс или внули может этот доз а кто знает может быть этот доз кстати говоря так а здесь теперь перезаходят игроки команды витерфокс все под увидим они либо на лане сидят так ну все перезаходят игроки команды витерфокс я думаю что проблема будет решена совсем скоро но тейпок 0 на 5 пока команда без него сражается и справляется но долго ли это будет происходить вот в чем вопрос не кстати пинги посмотрите витерфокс из 11 11 13 такой щенка будто рядом серваком сидят или непосредственно и близости хотя бы в одном городе сервером так тарата тарата таран термин у нас еще эхо фокс играют кстати говоря на трене летят 13 2 но уже 513 счет игра это не против маффин лайтинг называется команда эй маффин флотинг и причем там известные нам люди там silent там санчо 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 ты будешь игрок команды комплексите точнее комплексе а energy санчо с который тоже играл в команде вот краски в санчо с комплексе играл да было дело так от да мне все-то хорошо рик и рок рик 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 сегодня не получается них играть 7 15 717 счет уже 716 у рикса ну ладно это параллельная игра это совершенно другой турнир это турнир веск 2016 united states то есть сейчас проводится турнир веск где проходят квалификации во всех регионах точнее даже регионах а странах на украине своя квалификация в россии в америке и так далее и тому подобное где проводятся там они в принципе отыгрываются вот как-то так и у нас тоже веск видимо будет да вот а это тоже в царь идет в царь и царь и квалификация shadow line up еще и на вот са будут играть литл сегодня не на эпицентре обыграли знаете кого команду при прессе не обыграли на эпицентре на квалификациях лузер сетки выбили препарашен вообще из борьбы и тут же будут играть на вот са почти тем же составом литл аэрофокс прилайн прилайндон и видим будет еще кри играть пока что табана думаю что именно кри будет но и состав shadows это бывшие не знают а спейс джем назвать их бывшими или легче назвать бывшими бенри драгонс но в любом случае знакомы всем люди с май унда фанатроком moonshine и болына это вот состав команды shadows до интересное противостояние через 13 часов как то еще интересно будет играть кроме них еще будут играть турник какой-то путь со обслужите вот сам это цель рашен квалификация и один матч и тот же такой же матч другой команды не понял как они могут им тебя нагреть сразу двумя командами а это видимо групповой этап да потому что еще литл и компании играть против команды а из sports завтра интересные матчи нас ожидает вечером 6 вечера по москве можете затем халтворкес там будет конечно какая-то студии комментировать может быть мы может быть нет российские квалификации на вца там классно все при классные интересные матчи будут что за пути пути первый раз вижу такую команду какие-то непонятные ребята и по никнеймам может быть никто-то подскажет что за никто не что кто кто такие люди что кто эти люди арсений смайл вашик хиди и фига фига об никнейм вообще неизвестные мне пути пути поражение таксакау 016 поражение гамбитов 0 2 причем какой там кище то были интересно тут счета 16 14 16 12 нифига себе пути пути тут повоевали с адреном и компании неплохо причем еще со спейзом в команде так вот ну ладно посмотрим что будет из этой команды снг последнее время мало меняется поэтому каждая новая команда в снг это всегда интересно к 29 есть команда белорусская интересно кто там собер фокус хитмаус робос спас и дерзкий кстати говоря там вот спас и дерзкий это два бывших тиммейта была такая команда ггвп там играли дерзкий спас роман зонер так спас дерзкий роман зонер еще 5 к сожалению не помню как его никнейм но как-то 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 был если забыл значит не так уж и важно и причем это должны быть сайтов с кто же сервера попротив пост цис нас ползу затягивается вроде бы все зашли вроде бы уже давно пора начать потому что мне еще готовится к отъезду в институт на пары да вот так представьте отрабатываешь ночь с верной америки потом уезжать в девяти часам в институт могу умея практикую так что у нас вообще какие новости буткемп тайлу в европе это уже старая новость так турки replay состав турки заменят австралию на тиви си турецкая команда вполне себе боевитая особенно к сантрас если будет играть как он это умеет тем более так что у нас еще что у нас еще интересного на халтворги есть там завтра и ссель виртус про австрали с интересные матчи это все под вечер это все под вечер как и должно быть принципе диниток херой дегнитос херой кто же если да получается да так я уже забыл кто такие херой кисть честно а это бывшие да все моде снэби фриз на вспомнил такие херой ки все эхо фокс и камбыч от направлен трансляции также еще играет нас комплекте liquid на и селе параллельно с нами то что комплекс отыграли против сил g тут же них следующая игра против ликвидов график плотный как у меня так и у игроков так давайте чатиком пообщаемся что тут интересного в чатике так оптик не может додос поможет ну так ясно на пролиге сезон 3 додосили всех кто с непами играли было весело но я помню что дегнитос когда играли тоже и бедосили неделю примерно ребята не могли вообще ничего сделать не играли с додосом они играли с тренером до возвращался игрок в опять додосили возвращался тренера так вот они играли все свои матчи вы поэтому проигрывали старый дегнитос и теперь станислав теперь теперь все оптики выходят что происходит вообще видимо сервер меня что-ли мне кажется будут менять сервер ну или бы я даже не знаю что происходит просто все по выходили остался только один игрок skype конфе пока молчат ну ладно что что пойдем давайте тогда уйдем наверно на что но почему но учебу скоро втором а что будет комментировать смысле так я же сказал что я уйду раньше понимаете я же не сказал что вот парень все уйду откомментирую естественно меня потом еще будет время даже посидеть за компом сделать кофейку может быть какую-то серию посмотреть сериал а потом уже может будет уходить так что нет ребят она заканчивается трансляция максимум в семь с чем-то хотя с такими паузами я думаю что вполне возможно и позже все это закончится так что все может быть все может остаться life может без кофе остаться так что давайте пофиг что тогда расход их с ушел тогда вам выпилим с анонса трансляции пусть знает как уходить до стрима засранец губы пока додос не ребята не будем fly free stream разрешен а причем тут рестрим во первых если вы рестримите мою трансляцию то это как раз таки запрещено потому что вы бесправ на трансляцию делаете это а я могу потому что я официальный стример или будет правильно сказать официальный комментатор рухаба и у рухаба есть права на то чтобы транслировать данную лигу вот где учишься я учусь в спортивном институте если говорить аббревиатурой ругуф к смит учусь на киберспортивного тренера да это вот новое новое для всех вообще для всего даскать мира не побоюсь то что киберспортивный тренер именно профессиональный не просто парень очень много играл еще с 1.5 кс потом думает ой что-то мне 28 лет пойду-ка я наверно потренирую нет то все не так тут наоборот идет сначала обучает тренерству что такое тренерство как правильно строить план тренировок какие виды плана есть так далее тому подобное и после этого уже идет вот это наложение знаний на киберспорт то есть это все будет очень интересно я считаю чтобы это очень интересно флаг почему подписка 7 долларов вдруг мои я бы тебя ответил если бы я знал если бы